Ку-ку-ч-ку-ч-ку-ч-ку-ч-ку-ч Вот это дядя Володина, третий этаж. Это хорошо. Да, это очень страшно. А он старше тебя? Да? Нет. Или младше тебя? Старше. Младше. Ну вот, сегодня мне загуляю хребетишек дали. Ну что, первым делом оказался тут отец. Саша благословил. Ну пошли пообедали, позавтракали. Татьяна наварила манной кашей. Я и не знал, что она так понравится. Надо было больше заказать. Но они спрашивают меня сейчас, Агния. Я не могу понять, спрашиваю. Она говорит про манную кашу. Я говорю, вы еще учиться кончили уже в школе? Она говорит, она нет. Опять манная. Я говорю, это мама говорила во сколько приедет? Нет. Кое-как я понял. Говорит, манная каша. Каша еще есть? Нет, спрашиваю. Да нету, съели. А она еще сварила рыб. Рыбный суп. Мы тоже поели. Вот. Ем тут интересно. Ну потом на занятиях маленько побыли, поиграли. На качелях. Пришли ко мне в комнату, когда все разошлись. Ну а тут что, мне охота отдохнуть-то, подремать-то. Ну как? Надо, чтобы не заставлять их. А чтобы они сами что-то делали-то. Ну вот на столе еще лежит, Агния очень интересуется. И говорит, что-то кое-как я понял, что рисовать охота. Ну я дал бумагу, карандаш. Она стала рисовать. Ну она рисует. А что рисовать-то? Я сел на койку. Рисуйте меня. А потом на полу положил фанерку такую, чтобы им было удобнее. Они рисуют. Но мне-то охота глаза закрыть 15 минут где-то. Я говорю, давайте-то самое трудное рисовать глаза. Я глаза закрою. Ну надо мне отдохнуть, заснуть. Я лег, и там ящики, я на ящик голову положил перед ними. Ну и давайте. Рисуйте. У меня глаза закрытые. Ну, да немного нарисую. А они минут через пять уже нарисовали. Нарисовали, говорит, там, маслом. Ну что? Не получилось у меня так это. Чтобы они мне рисовали, а я глаза закрыл. Я объясняю, что это позировать назначает. А им это не надо ничего. Тут движение надо. Вот они увидали койки. А может нет тут. На мои койки тут все в кучу сбили, а поправил. Они меня интересуются, что поправляете койку-то. Делаете как? Надо. Ну вот это у меня. Да. Поправляю я. А тут у меня на койке интересно такое. Тараси, а ну-ка вдвоем слезьте. Покажите какое-то покрывало мое. Возьмите за края, покажите. А потом залезете. Я объясню его. Ну-ка давайте потихоньку с третьего этажа. Не упадите. Потихоньку. Давайте. Вот он Тараси. Это Тараси Загуляев. Вот там Агния за ней. А у нее сестра Ливия есть и старшая и средняя Леонида. О! Вот так. Потихоньку не упади. Здорово им лазит, им приятно. Теперь покрывало возьмите за два конца. Сейчас, подожди. Агния, не упади. Потихоньку. Она девчонка-то ловкая. Держись руками. Ногами все как положено. Давай, не бойся, держись. Ногу другом. Вот так. О! Она как матрос в полосатой тельняшке. Вот он где. Видишь, какое дело. Так, а ну-ка давайте. Покрывало возьмите за два конца. А я разъясню, что там нарисовано. Вот они. Вот так. Поднимайте. И вот так держите. Ну-ну, поднять можно повыше. Поднять. Я сейчас свет включу, чтобы маленько побольше было видно. Вот. Видите, я не знаю, вам видно. Это нет. Так, держите. Это олени скачут. Олени. Вот. И волки догоняют их. Вот я отойду подальше. Вот смотрите как. И один вознится, а другой стреляет. Я на это написал стихотворение. Что это обозначает. Вот оно как. Пока рассказал им это дело-то. Одеяло расправил. Обернулся назад. Одеяло в кучу. Так, сейчас расстелите на место. Хорошо. Замечательно получилось. Так. Они вот. Агния видит, что у меня вверху он-то висит-то. И спрашивает. А что это такое? Вот это вот болтается-то. Я ей объясняю. Вот они. Видишь как. Ребятишки-то не мертвые. Живые. Они любознательные. О! Так это упала одна. Ну ладно. Я ее возьму. Она показывает, что здесь такое. А я объясню, что такое. Я все на всем экономлю. И у меня, когда холодно, я в грелку наливаю воды. Так. Расстилай-ка ладом. Поровну. Ну а грелку-то как. Положь. Она течет и матрас. Все. Пропитана. Я тогда ее вертикально ставлю. За горлышко поднимаю. Ну а здесь у меня в одеяле дырочка. Веревочка. И она вот сюда вот привязывается. И она там внутри. С таймя стоит эта. Грелка-то. Чтобы она меня не промочила-то. Ну а нынче-то нет. Я в бутылку был. Вот они теперь. Меня все тут распетрушили. Вот она как. Ну давайте. Давайте. По кровати полазьте тут. Ложитесь. Отдохните маленько. Вот. Это с этой стороны. Только это. Вот здесь у меня этот градусник. Его не задень. Градусник здесь. Вот он. Градусник. Старайся не задеть его. А ты с той стороны лучше залазь. Где есть. А с этой у нас не лазит. Там лестница. А тут ты просто грохнешься. И скажет не досмотреть. А там оттуда не надо. Там не положено. А вот тут положено. Вот давай. А Агне. Только держись хорошо. Угу. Тараси. Он замечательно лазит. Молодец. Мы в деревне там по деревьям лазим. Это еще лучше лазить. Да. В деревьях даже. Мы даже на крышу. На крышу. Я потом еще говорят. Я потом разберу. А где. Когда буду прокручивать. Обычно собрание когда идет. Кто еще. А у меня аппарат сегодня там что-то выпало. И батарейка кончилась. Ну и хорошо. Я его беру. Когда действительно нуждаюсь. Вот оно где. Видите. Видите. Как это сколько у нас было. Я сразу не хватился. Нарезать. Заснять на память то. На улице. Как машинки там. Катали. Ну там такое. Ну вот здесь то у меня. Видите как это. Палати у нас называется. Или нары. У людей нары ассоциируется вроде с чем-то в заключении. Ничего подобного. А это мне до того дали. Ну чего их угощать то. Я наложил. Что это. Анжир. Вот. Грецкий. Вот это грецкий орех тут есть. И вот это я не знаю какие-то орешки такие. Земляные. Или какие. Такие с тручками. Земляной орех. Вот они тут бегают им. Это интересное. Это нам на дорогу дали. Распечатали. О. Видишь как Тараси. Замечательно. Я не знаю вас. Что я типа так попаду. О. Ого. Прыгать не надо. Так можешь повредиться. Вот. Если жарко. Сними с себя в костюмчик. У нас в комнате сегодня тепло. У нас. По уличному. Вот. Мы помолились. А она у меня огня увидала. Возьми в руки эти. Щетки. Вот щетки. Вот. Посмотри как. И она говорит. А что это такое. Видно что по щеткам не молятся. Я показал. Разъяснил. Мы повторяли. Давай еще раз повторим. Псалом 118. Псалом 118. Стих 164. Стих 164. Там написано так. Семикратно в день. Повторяйте. Семикратно в день. Прославляю тебя. Прославляю тебя. Прославляю тебя. Повторяйте. Тараси. Прославляю тебя. Прославляю тебя. Засуды правды твоей. Засуды правды твоей. Засуды правды твоей. Засуды правды твоей. Семикратно в день. Прославляю тебя. Засуды правды твоей. вот она как ладно и мы молимся я показал как она и дело делается вот так вот смотри на большой палец вот так вот на на средний кладешь а вот это вот перебираешь большим пальцем ну-ка давай средний на среднего то палец нет нет на на тут на на пониже на 1 на 1 понятие пропусти вот сюда вот вот так вот держи его прижимай а вот этим вот пальчиками то вот этими вот так по одной его пережимая вот так вот переживала так вот и она пойдет у тебя вот учитесь вот она где семикратно в день чтобы богословить чтобы душа была на месте вот он как они уже он маленький был у батюшки крест батюшки на зуб пробовал даже собой видишь как вот сейчас пройдет маленькое время то мы еще раз помолимся вот они дома видно не знают про это потому что для них все оказалось в удивлении игры три святое и 100 поклонов видишь она пока кисточкой играет а потом она научится и будет молиться а там крестик вот я его себя как беру так поцелую его о видишь как это очень удобно я еду дорогой молимся мы везде где только мы бываем везде молимся прославляем бога я отсюда могу прыгать не надо вот смотри вот так вот берешь вот на большой палец на это потом атак по одной вот так вот смотри и вот так вот пальчиком передвигаешь господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешно она лежит как бы на пальце и ее папа 1 перегоняю ну-ка попробуй на левую руку правой креститься придется на эту руку клади на левую на левую вот сюда вот а вот все зажимая теперь по одному пальчику вот так вот давай вот так вот перебираю потом вот так по одному вот тебя получится но будешь молиться и молитву очень наш богородица дева радуйся вот это вот будешь сколько раз но это необходимо просто учиться вот как вот мы сегодня побыли немножко тут воскресенье сегодня 18 мая 2014 года вот они их на день она не на день а после уже после моления оставили ребятишек я с ним уже вот так у тебя что-то спина все время голая надо маечку нижнюю подтянуть чтобы она не оголялась а по или подлиннее майку потом взять надо будет тараси уже слазится все агния тоже захотела нора полезть их давай дальней упади это конечно дадут до луны ты будешь ближе чем на полу но не намного так и человек праведные грешные немного разница а когда праведность от бога вот тогда это все видать вот ну давай тараси лезь лишь как хорошо у нас комнаты маленькие они у меня везде разбиты на на три яруса это очень удобно только как близко к краю не подходите чтобы не упасть давай вот это вот комната кухня кухня это все у нас еще сейчас мы собираем с собой вот и второй этаж тоже за заполнены тем что дают а дальше там всякое это третий этаж то есть и там где в церкви в детской там тоже в три этажа у меня вот а с ними пока здесь я занимаюсь одновременно у меня уже уже тебя прошло собрание и это поставил сейчас идет загрузка занятий не знаю что-то у меня не ясно так то ли не что-то не так делаю не знаю даже вот так вот она сама натолкнулась на щетки спросила тут я ответил сами решили рисовать но этим случаем уж я воспользовался чтобы рисовали меня закрытыми глазами я лежу на полу и так голову приподнял облокотился как обычно чтобы не лежать а полу лежа думаю пока не рисует меня закрытыми то глазами я показал легче рисовать то я маленько хоть передохну то не тут то было видишь как они штурмуют во всех направлениях вот так поясок у него все как положено наденем ровненько протяни тарасе у него друг тут дробот нестор нестор а этого учитель на стекло а вот бумага которая рисовали вот она у меня лежит вот здесь ваши берите там если будете рисовать рисуйте вот так давайте но а вот эту доску положено туда и вот эта стороной поверни но я понял в другую рисуйте еще что-то берите еще карандаши я вам дам вот она держите да хората вот добро 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 бери карандашик так одну сестренки отдай пускай учатся рисовать большой который карандаш то он вам понравился оказывается да это строительный называется вот он надо держи ну ладно давай за ухо уже вот все знают на этих детей смотришь и плакать хочется так бумага вот она прям переверни другой стороной бумагу то вы верни и там там еще внутри есть вот на вы выгоняю да там маленечко что-то видать на не но это не важно вот так что их ждет этих детей какая погода выдержат они не выдержит мир поглощает буквально все а дети видны и такие с малых лет они все слышат божественное так это давайте так рисуем вот вода ты бы то потихоньку рисуем медленно рисую красиво чтобы настоящий рисунок было не абы как вот тебе тарасе уже сколько лет мне это 8 агния 6 6 вот она помоложе тебя таша ей потребуется твоя защита учились чтобы ты был ведущий еще не она не знает а ты подсказывал потому что ты брат и при том старший брат но эти две сестры старше тебя так что хотел то листик а листик листик но у нас сколько хочешь этих листиков вот смотри я тебе дам листик сейчас такой большой листик дам тебе его никогда не из рисовать даже на но и агния сына да вот еще дам листик на новенький большой лист вот развернил ну-ка разверни покажи какой вот но давай рисуй на 1 там только у нас бумаги хватает талантов только маловато надо развивать только рисуйте медленно что похоже было давай одну я уберу давай лишние бумаги я все это уберу потому что надо экономить хоть и много но намного это все равно надо учиться экономить вот это моя голубка которая показывал вес ее в потеряевку потому что мы выезжаем все рисуйте а чё рисовать то ты не не знаю что рисовать да нарисуй дерево листики и солнышко только сделай пополам лист еще раз перегни ты шибко широко раскинул то ее ну брат ты мой он замахнулся это шире двора нашего ты все застелил это слушай сверни пополам перегни вот в этом месте вот вот здесь вот переверни вот тогда на одном переверни с огни вместе вот так вот вот в этом месте вот и теперь попал то негде огни это рисовать негде а тут нельзя рисовать тут не мог лишь мягкая она сразу продавит карандаш прорвет не получится а можно на полу то можно но только там куда вот здесь вот рядышком чтобы да вот сюда вот вот сюда чтоб ты на ковре лежал а здесь можно вот давай потому что тут линолеум и он чистый такой не торопись только чтобы настоящая картина у тебя была счету так не делаем вот не торопитесь рисуйте художество дроба-то андрей сам рисует и ребятишки фросят прям нарисовали володю даже похожий кажется я художник один у нас он по клеточкам рисует все же из иконы начал рисовать не получается его давай на обруч мою голову закрепим а потом свет от и тени обведешь на бумаги то но дальше тоже уж это можешь подрисовать ну все пока